Всем привет! Вы на канале Собервижн. Сегодня я покажу вам, какие изменения произошли в природном формикаре. Вы увидите, чем занимаются муравьи на арене, и мы устроим грандиозное кормление капканчиков Адантамахус Баури различным живым кормом. Да начнется настоящая охота! Спонсор сегодняшнего выпуска – магазин Анкипин Депо. Не упустите возможность приобрести редких муравьев, эксклюзивные формикарии с доставкой по всему миру в короткие сроки. Ссылка в описании. Итак, ребята, с момента заселения природного формикария прошло уже больше 8 месяцев. У нас получилось создать настоящую экосистему. Как вы помните, в самом начале в формикарий были посажены живые растения и установлен определенный режим освещения и полива. Затем мы заселили в него мелких помощников – это, конечно, мокрички, колембулы и живые клещи. Сейчас на арене чаще всего можно заметить только колембул, которые ползают по коряшкам и копошатся в несъедобных остатках кормовых насекомых, которые выносят из своего гнезда муравьи. Ну и после такой трапезы мелкие помощники ходят в туалет, и эти вещества служат растением для роста, чем неполноценный цикл экосистемы. Несмотря на это, я еженедельно вношу удобрения. Растения выглядят отлично и растут беспроблемно. Из более крупных обитателей живого формикария у нас были заселены муравьи-темнотораксы. И вроде бы у них все было неплохо. Но что-то все-таки пошло не так. Уже как несколько месяцев я их не вижу. По какой-то причине они не смогли выжить. Но есть и хорошие новости. Муравьи-капканчики Адантамахус Баури уже давно живут в природном формикарии и отлично себя чувствуют. Они просто моментально переселились из гипсового формикария в грунт без особого приглашения. На это им понадобилось максимум 30 минут. Неплохой показатель для муравьев. Как считаете? Напишите в комментариях, какое заселение было у вас самым быстрым. Интересно будет почитать. В нашем природном формикарии условия жизни приближены к естественным. В нем нет никаких специально подготовленных гнезд и камер. Только субстрат и живые растения. Муравьи сами построили себе гнездо где-то в субстрате под корягами. Растения я периодически подстригаю. И это пока что не причиняет значительных неудобств. Не сложнее, чем в любом аквариуме. Муравьи не выдрали и не выкопали растения. Они вполне уживаются вместе. Капканчики постоянно ползают по различным листикам и копошатся во мху. Выглядит это очень офигенно и естественно. Действительно кусочек настоящего тропического леса, прям на столе. Классно наблюдать за деятельностью муравьев в комфортных для них условиях. Тут действительно можно раскрыть их настоящее поведение и часами релаксировать, сидя рядом. Ну что же, давайте посмотрим на их истинный потенциал и сделаем это в режиме охота. Первым делом я покажу кормление муравьев личинками жука знахаря. Но перед началом посмотрите, какое спокойствие царит в наших джунглях. Лишь небольшая часть муравьев ползает в поисках пищи. Ну что, а теперь давайте целую кучу личинок высыпем на арену, прям на почвопокровку химианту скуба. Это моментально активизирует всю семью. Из разных уголков фармикария, как стая волков, капканчики слетаются на пир. Муравьи достаточно вальяжно бегают около личинок и вначале, по-видимому, выбирают самых жирных. Капканчики наносят удары своими сверхскоростными челюстями. Когда они орудуют своими капканами, достаточно хорошо слышны звонкие щелчки. Наиболее ретивые личинки получают укол острым жалом и в них попадает токсичный яд муравьев, который буквально за несколько секунд заставляет личинок замолчать. Эти муравьи меня не кусали, поэтому трудно сказать, насколько болезненное ужаливание для человека. Если у кого-то был подобный опыт, напишите об этом в комментариях. Какие вы получили при этом ощущения? Во время кормления у меня также упало на арену несколько хлопьев геркулеса и муравьи зачем-то потащили один из них в свое гнездо. На всю трапезу муравьям понадобилось около 10-15 минут. В конце хитрые капканчики выуживали тех личинок, которые смогли проникнуть вглубь листвы почвопокровки. Спустя еще минут 10 в природном фармикарии восстановился привычный ритм жизни. Охота прошла успешно. Но все-таки самое интересное кормление – это кормление тараканами. Я даю адантамахусам туркменских тараканов среднего размера. Как только кормовой объект попадает в фармикарий, он сразу понимает, что оказался в крайне агрессивной среде. Муравьи сразу активизируются, выскакивают из гнезда и начинают активные поиски жертвы. Как только они ее находят, они начинают щелкать ее своими капканами. Причем от силы удара некоторые муравьи отскакивают от таракана. Самые смелые муравьи вцепляются в таракана своими челюстями и, как наездники, носятся по арене, бесконечно сжаля свою жертву. Спустя какое-то время таракану все же удается сбросить такого наездника, но затем находятся все новые и новые смельчаки, которые продолжают водить в таракана парализующий яд. Спустя несколько минут это дает желаемый результат. Таракан замедляется и становится не такой активный. Он падает на бок и только лишь способен отбиваться своими лапами. Вокруг собирается целая стая волков, которая продолжает атаковать свою жертву самыми быстрыми капканами и острыми челюстями. Парализующий яд начинает действовать все сильнее. Таракан сопротивляется все меньше и меньше, и муравьиная свора начинает тащить свою жертву в гнездо. Только иногда сквозь растения можно увидеть отдельные части таракана. Охота прошла очень успешно. Вот такой сегодня получился выпуск. Обязательно подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Если видео вам понравилось, поставьте лайк. Спасибо, что посмотрели ролик до конца. Берегите себя и своих близких. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok